Добро пожаловать на канал фан-клуб Уталвар, с вами Коз, и мы продолжаем прохождение Засербское царство. Напомню, играем в мод Царство Тотальная Война. 18 серия, вся шестой год, 1377 год, зима. Сдаем ход. Продолжение следует... Так, посольство, княжество Молдавии опять. Награду получите войска. Ну, это очень далеко. Я думаю, что этим мы не будем заниматься. Ага, вот этот отряд шел на переобучение, стал изменником. До скорой встречи в бою. Не помню, что там были за войска. По-моему, мечники какие-то. Так, в Белграде продолжается Черная Смерть. Так, растут наши показатели. Армия третья. Общий баланс пятый. Вук Бранковича. Рыцарьственный правитель. Благородство 3, авторитет 1. Ну, это ему явно было ни к чему. У него жестокость была прокачана. Ну, да ладно. Скопья. Большая паранойя. Много чего можно построить. Посмотрим. Так. Мы, в принципе, в поход собрались. К этому еще вернемся. Ай, блин, список строительства закрыл. Короче, здесь построился у нас... Не построился, а далее приблизительно сербская стимуляция. Ну, что-то доход не вырос пока что. Общественный порядок, кстати, достаточно высокий. Можно поднять. Ну, тут, видите, у нас рост падает. Ладно, оставим пока это дело. Почему-то вот здесь башни с баллистами идут, да? А когда мы брали город, явно была артиллерия. Вот непонятно, когда мы будем бронять. У нас будет артиллерийские башни или их надо строить? К строительству еще вернемся. Жалко, что я не посмотрел. Галочку нажал. Так, я хотел здесь подкупить отряд лучников. Хотите подраться? Подходите. Интересно, какая цена. Я рад, что вы не боитесь спрашивать. Дорого. Ну, я их заберу. Вперед, войны! Да, мой король. Так, что можно будет сделать? Вот, можно разбить. Для меня будет честью победить вас. Вот эту армию венгров и попробовать замириться с ними, да? Поэтому посла нашему отправляем на север. Какой бы дорогой ему быстрее вот сюда будет. Ну, давай так. Но в любом случае, бой-то мы дадим. Завтра я продолжу. Конечно, у нас тут войска существенно уже потаяли. А что делать? Их надо бить. Начнем эту серию со сражения. Один к одному. Так. Яныш скупой. Ну, тут у него очень много копейщиков. Это не страшно. Вот. Менгерский крестьянник так вообще. Стрелков практически нет. Есть конные, кубанские конные лучники. Всадники сержан. Ну, то есть, ну, ничего такого. Конные лучники Колоразии. Посмотрим. Встретимся на плейбитве. Так. Ну, я построился. Тут все по классике. Лучники уже начинают стрельбу. Держитесь вместе. Чуть-чуть я отведу. Копья. Конные стрелки. Пожалуй, кавалерию уведу в тыл. Так вот видят генгерские копейщики. Еще не рассматривали. Ну, опять же, вот эти старые модели генгерского мода. Смотрятся вполне нам так достойно. И сегодня. Расстреливаем. Конные стрелков. У них лучше силы. По ним проще попасть. Так. Вот здесь, скорее всего, придется идти в бой сейчас. Нет, они передумали. Нет. сержанты чтобы вы понимали ситуацию бьем по флангам входим не слушается да лучников мне подрезали хорошо надо полководцев это кто ага это власть его мая ученики кстати тоже как берутся эти сабли доставили как не выйдет из боя ему ждал приказ но не хочет так здесь ураганец а прорвались сержанты и и так выходим из боя и 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 так и и и и но итоговую табличку тоже покажу потери существенные исходя из общего состава армии принца до 730 было здесь 26 потеряли 504 осталось но при этом практически полностью вырезали венгров так вот такие итоги но 2 731 посмотрим будет или нет закончились деньги у венгров армия совсем растаяла и не хватает конечно не хватает ей сил людей вернее но к сожалению на севере у нас только белград может дать войск так но я решил что я решил что я буду разбивать албанцев иначе это будет историй длиться ли вечно южную албанью нужно забирать князь паль калека так значит здесь чтобы нам тут взять ну нужно рыцарская конница скорее всего там не друг и не враг что там у него узнать всякого разного наверняка до хера поэтому я найму кавалерию властвовую и сразу же мы выйдем в поход или же и наверное еще хоть поставил лучников сюда подведу здесь тоже надо что-то посмотреть посмотреть северских рыцарей можно взять в этой крепости лучников копье также рыцарей у нас тут хорошо все будет больше кавалерии эту сумму я оставлю из рашина копейщиков подведу так но больше тут и нечего набрать абсолютно вот попробуем мир подписать с веглями вот они шапаться сидят но это будет через через ход скорее всего молдаване кстати не ходили вообще никаких агентов я не видел будет удачи если кто-то из них тут нарисуется сдаем ход принцессы есть продолжается чего белграде скоро она закончится но там обычно 3 4 4 5 ходов так лучше аси остальные правитель александр гневный главный ставилак законность 1 авторитет ничего интересного так значит скопе 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 ждем суду к тащим суда вернее лучников в принципе армия почему скопе нету лучников потому что что это вы в крепости занимается поле для обучения так пушкаря пушкаря прошить бы город да давайте снизим налоги пускай все таки растет город улучшение поля лечение производства пища мне нужно увеличению роста саксонская община саксонские алибарщики максимум два отряда в прирост населения 1 процент 1 процент режет общественный порядок у нас 270 а давайте я в принципе хотел что-то подобное на рост ну и плюс у нас еще саксон все будет больше так что не хватает войску царскому стрелков поэтому я два отряда снимаю из костера и отправляю их архит туда не будут дожидаться королевскую армию значит здесь 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 так еще еще ну приказать забираем конницу я не понимаю не доезжает до архида давай ее в прилип закинем из костера тоже возьмем рыцаря в замок на бесплаточку пока гарнизон здесь приличные можно оставить так возможно мне понадобится еще один лорд а вот еще у нас смотрите есть копейщики такие есть да а а возможно у меня гвардия будет идти резервом гвардия хороша будет при штурме в поле в поле хватит и саксонсов для того чтобы проминать вражеский строй так здесь тогда мы возьмем еще гвардию и возьмем еще очень дорогие блин рыцари не хотелось бы мне их брать так возьмем мячи герски так опять же деньги я ставлю единственно что дубровники может что то возвести и такое ощущение что здесь нет порта ну порт рагуза есть вот он да нужно строить порт поэтому и доход не существенно видите нету морских торгов путей это все сломалось при взятии судя по всему так битва разрешить наш спор также тут стоят ребилы блин тоже бы их разбить бы хотите подраться подходите ближе но это будет опять потери так что здесь венгры кстати покидают замок но я не вижу здесь войск так следующий ход денег 6000 так не будем еще тратить единственное что подкрепление я хотел подтянуть ну приказать вперед войны так все давайте это поп у меня ползет карагузи по блядь откуда же ты взялся выползка откуда-то из туманной войны не взял нас в осаду а мне его бить уже нечем зашибись вон еще один стек вылез все проклятая чума во всем виновата да не дает мне пополнить войска там мобилиционный потенциал вам не горюй прилично достаточно войск деньги есть но я не хочу заражать наследника подходящий жених полимер ауганич 32 года а возьму-ка я его падение ургинча суфитская династия правящая харизма ну это тоже мы все читали скорее всего мы забавали где-то к ходу до 80 доползали по моему ибрагим чандарлы появляется тоже на паузе так про ничего осадили я отрублю вашу голову и подниму ее до скорой встречи в бою ни хера себе их тут блять пиздец откуда они тут все взялись просто звездец так но зато в белграде нет чумы я так понимаю да можно туда залезть блин хоть разворачиваю царя на север да и долбите здесь венгров но мне не хочется залезать в эти земли понятное дело венгрии сейчас не будет подписывать с нами никакого мирного договора они имеют здесь преимущество по войскам меня очень расстраивает эта ситуация а вот собственно и молодой человек ему сейчас его куда-нибудь закинем я жду вашего приказа еще разберемся чем могу служить вы пришли просить мудро попробую подписать мир слабо в любом случае торговлю он не возьмет нет да так ну брань еще мы потеряли это по-любому отбивать придется так ну хорошо просто не было таблички что прошла чума не забывает или нет но тут видно что все нормально вроде как так ну хорошо просто не было таблички что прошла чума Так, значит, кидаем с Медерева замок, идем в Белград. Не лезет, да? Да, милорд, идем! Так, теперь лезет. Милорд, мой король. Я не понимаю, что с этими лучниками, блин. Сербские лучники. А, нет, переобучаются. Думаю, чужие не переобучают, переобучают. Все переобучают. Я что-то не разглядел. Так, давай этих. 45, 47, два переобучения, не надо, да? Кавалерия у меня, оказывается, здесь нету. Кавалерия нужна. Ну, в принципе, пехоты здесь тоже достаточно. Милорд. Три хода. Ага. Два отряда не переобучатся. Тогда забираем вот это. Короче, здесь формируем армию. Мой король. Попробую замок отбить. Повезло, что не было никого. Хотите подраться? Подходите ближе. Хотите что-нибудь купить? Ой, как мне хочется, блин, чтобы тут все закончилось. И не хочется мне сюда царя тащить. Ну, думаю, что надо. А что делать? За Белград я спокоен. Ну, нам нужно будет парировать. Они же могут вниз поволзти. Тут вообще гарнизонов нет. Так, на юг или на север? Вернее, на запад или на север. Очень сильные войска. Ну, прям звездец, какие сильные войска. Я вижу очень много кавалерии. Здесь очень много пехоты. Одни мечники, посмотрите. Ну, в поле это бьется элементарно. Но при штурмах они будут, конечно, здесь эффективны. Вообще хз, что там вообще сидит? Так, давай наймем здесь лазутчика. А вот тут отряд конный. Закроем замок. Здесь что нанимается? Здесь ерунда нанимается. Так. Давай из раши кинем сюда. О, призрин у нас очень хороший замок. Здесь можно будет что-то нанять и отправить на север. Так, давай тогда, знаешь, что сделаем? Вот эту кавалерию отпустим. Она поедет в признан. Признане мы наймем пехоту. Нет, кавалерию нанимаем. Она будет быстрее доставлена. Вот. Планов царь не меняет. Рассчитывает на наследника. Что вашего приказа? Итак. Армия царя. Всех саксонцев. Один отряд гвардейцев. Вся кавалерия. Стрелки. Спускаемся на дорогу к Орхиду. Еще саксонцы есть, блядь. Из четырех хватит чужереть Этих саксонцев я направлю скопи Они тут переобучатся Так, гневный Поведет второй отряд Резерв Здесь будет гвардия То есть это будет армия Для штурма Домовые отряды Так, вот кавалерию отдаю Сюда В архиде лучники Ну хорошо, нормально Я доволен этим стэком Жду вашего приказа Мой король Вперед, бойцы Объединяем войска Будет исполнено Объединяем армию Сердских рыцарей побольше Да Что там дальше-то у нас Ну вот Полтора стэка Идут Убивать Албанию Но это еще не все У нас есть еще Вот здесь войска Мы непобедимы Это резерв Резерв Еще мечников Можно нанять Кавалерия Альфараты Ну у них неплохие статы Давай возьмем Пригодится Все Я так и так Сейчас денег Много потратил Ребелку Отпропали Ага Короче Жребий брошен Я очень рассчитываю На тебя Принц Я дуранка Что ты здесь Что-нибудь да придумаешь Вот Бранич мы потеряли Это очевидно Гарнизон Чрезвычайно слабый Но мы будем Сопротивляться Здесь До последнего Так Сдаем ход Да Ставим Скопию Наместником Зитька Все Переобучим Надеюсь Тут Ничего У нас Не выйдет Ну блин Может какой-то Скрипс Работ Не знаю Но так Тем интереснее Давайте Двигаться Дальше О Наш Священнослужитель Стал Каким-то Кардиналом Так Сейчас Можно Посмотреть На состав Венгров Пальгарай Ну тут Ничего Такого Мы видим Лорд Еще один Есть Штибор Штиборичи Мне кажется Есть ощущение Что это Исторический Персонаж Польский Польский Рыцарь Да У него В охране Польские Рыцари А так Мы увидим Одни Копейщики В основном Конница Командир Петр Ааа Здесь Видите Как Это Эти войска Мы уже Уже Лупили Видите Они Покосаны Так Что Здесь Ничего Страшного Город Конечно Мы Повоюем Так Но я Расставился Я Не стал Делать Ставку На стены Тем более У них Есть Эти Орудия Это Мы Что-то Не Рассмотрели Лучники Вот На В Возвышенности Где Стоит Донжон Расположились У меня Чтобы Удобно В голову Настреливать Они Очень Слабые Поэтому Нужно Максимально Улучшить Позицию До Стрельбы Модель Тоже Прикольная Вот Копья На Переднем Плане Конечно Здесь Долго Не Сдержат Но По Крайней Мере Они Обязаны Здесь Быше Прикрывать Слелков Вот Топорники Будут Драться На Центральной Площади Они Максимально Можете Количество Урона Нанести Поэтому Не важна Их Мораль Вот Ну а Лорд Милорд Будет Пока Здесь Давайте Смотреть Что Получится Но Они Будут Сейчас По Любому Разрушать Все Пока Они Все Не Расстреляют Они В атаку Не Пойдут Поэтому Давайте Я Этот Момент Подрежу Я Решил Сделать Отчаянную Вылазку Правда Он Сейчас Пробьет Уже Стену Стены Теперь Мы Сами Должны Стоять Стеной Стене Все Отступаем Ха Стены Ты Не Рухнули Что За Глюк Ну Видите Да что у него рухнул в каком месте первый раз так увижу новый ролик не просто так и флажок мы ехали что это такое рыцарь с саксонским гербом задержался почему не работает башни но сейчас я работаю скрывай все чуть-чуть и стреляем отойдет продолжая стрелять уже огнем глуп и запасно уже никакой вылазки речи быть не может угостить их сталью польские рыцари из текстур у колодец потом горку помните ну так вот он бьет геральтика поиска и вроде тревога они ломают наши ворота ворота крепкие подрежу слушайте я тут сделал открытие что вторая армия а и разбил армию на две части вернее куда подошло подкрепление и вот откуда ролики были они с другой стороны смотрите все ломают охереть спаси нас господь враг уже на стенах я не заметил что мы еще сзади стоят вот так вот да тут конечно будет сложно какой-то ущерб немного меняем тактику так все так и пошла здесь еще стоят здесь поселок не стоять стеной ты где там блин вообще не стреляет далеко еще видите подстают все тормозит при разрушении стен происходит такая тормозуха не пойдет бред существует пролезли и польские рыцари короче выпить куда эти все еще стоят как одерживает вверх только чудо может спасти нас от поражения ну в гоню это все рушит там ну 7 процентов я у них отъел представляете тоже неплохо пехота пускаю атаку потому что она под жестким обстрелом тает чтобы лорда как он зацепит была бы вообще радость вот 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 тут наверно можно и пак покайфовать сейчас понятно кто есть кто в гоню выросли клеверс выросли клеверс Продолжение следует... 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 Продолжение следует...